Состоявшийся в минувшие выходные в Сочи саммит президентов России и Белоруссии с полным на то основанием можно назвать одним из самых закрытых мероприятий подобного рода. После его окончания лидеры двух стран не сделали традиционный для таких случаев выход к прессе, не говоря уж о проведении пресс-конференции. Глухую стену молчания о темах и итогах длившегося довольно долго общения Владимира Владимировича и Александра Григорьевича не разрушил даже Дмитрий Песков, которому, казалось бы, положено было бы пролить хоть какой-то свет на президентские переговоры. Но он озвучил только самые общие фразы. Что бы это значило? О чем же таком тайном они там беседовали? Как это повлияло на отношения Москвы и Минска, сблизило или же напротив в них снова появились трещины, спорные вопросы и конфликтные моменты? Похоже на то, что западные аналитики и эксперты, подобно заправским гадалкам, извели уже у ему пресловутой кофейной гуще, пытаясь добыть ответы на эти вопросы. Каким выводом они в результате пришли, прекрасно видно из соответствующих публикаций ведущих СМИ Запада. Но вот насколько выдвинутые предположения могут соответствовать истине. Попробуем разобраться. И в студенном море искупал. Тем беднягам, которые не жалея сил пытались и пытаются проникнуть в тайный смысл встречи в Бочаровом ручье, пришлось анализировать все, мимику, жесты, прочие мельчайшие детали. Уж если Вашингтон-Пост дошла до того, что сентенцию относительно полной поддержки Кремлем Лукашенко сделала на основании добродушных шуток и дружественного языка тела, явственно, по мнению ее экспертов, просматривавшегося во время общения двух лидеров, то дело совсем плохо. Кое-кто, конечно, пошел в своем полете мысли еще дальше. Предположения высказывались одно диковиннее другого, кто-то, к примеру, берется утверждать, что Лукашенко прилетел в Сочи отчитаться перед Путиным за историю с Райанер и Протасевичем. Тем более, что сам Александр Григорьевич заявил, мол, привез чемодан документов, напрямую касающихся этой истории, чтобы в Москве разобрались. Однако предположить, что встреча двух президентов имела свои причины задержания одного паршивца, пусть и вызвавшее далеко идущие последствия, все-таки проблематично. Так ради чего оно состоялось? Выше приведен далеко не полный перечень озвучиваемых выдумок, однако остальные еще нелепее. Ну а что до перечисленных? Кому сейчас нужны активы государства, пребывающего под становящимся все более мощным санкционным прессом? Вот мало российским бизнесменам собственных убытков, чтоб еще вешать на себя тамошнее. То же самое можно сказать о единой валюте. В нынешней ситуации устраивать подобное было бы для Москвы финансовым самоубийством. Военные базы. Вот тоже проблема. Нужно будет, создадим. Ну насчет подчинения КГБ и русификации названий белорусских сел, это уже просто смешно. Детский сад какой-то, а не детали ультиматума, который якобы Владимир Владимирович оглашал Александру Григорьевичу, попутно макая его в холодные морские волны. Тут даже обсуждать нечего. Что там еще? Ах да, согласование внешней политики. А что кому-то еще не ясно, что Лукашенко за прошедший год получил такую прививку от многовекторности, что на 10 президентов хватило бы. И, кстати, продолжает еще получать, вспомним хотя бы о действиях Киева. Нинск сегодня и вправду привязан к Москве самым тесным образом, вот только максимум старания к тому, чтобы произошло именно так, а не иначе, приложил как раз ужасно переживающий по данному поводу Запад. Та же Вашингтон пост сокрушается. У Лукашенко больше нет козырей, чтобы заигрывать и с Западом, и с Востоком, ведь большая часть мирового сообщества признала его режим нелегитимным. Каждый новый шаг Запада к изоляции Лукашенко делает его еще более зависимым от Москвы. Теперь эта зависимость стала окончательной, вторит ей Wall Street Journal. А что вы хотели, господа? Надо было больше санкций вводить, да выдвигать требования еще более невыполнимые, вроде немедленной передачи власти Тихановской и ее шайки. И почаще называть белорусского лидера нелегитимным и самопровозглашенным. Теперь понятно, мировое сообщество охвачено жутким когнитивным диссонансом. С одной стороны, Лукашенко тиран и диктатор, и его надобно наказывать. С другой, сделать это старыми проверенными методами цветной революции, прекрасно сработавшими на Украине, сделать это почему-то никак не получается. И в результате выходит что-то совершенно противоположное тому, ради чего вся кутерьма, собственно, и затевалась. На спешно собранном после инцидента с Райан-Эр саммите Европейского Союза, этот вопрос озвучивался по имеющейся информации очень даже остро. Встреча была сугубо конфиденциальной, обставленной такими мерами конспирации, которые в пору были бы шпионской сходки, а не собранию глав государств. По требованию главы Евросовета Шарля Мишеля, им даже пользоваться мобильными телефонами во время нее запретили строжайше. Но кое-какая информация все же просочилась. Тревогу поднял никто иной, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, первым заявивший, что история с вынужденной посадкой из самолета и оппозиционера, наверняка будет использована Владимиром Путиным для того, чтобы ускорить реализацию его плана по поглощению Белоруссии. Многие из присутствовавших с данной гениальной сентенцией МСЁ Борреля согласились и от сочинской встречи, соответственно, ждали объявления о слиянии двух стран. Но так и не дождались к своему большому удивлению. Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и экономическое сотрудничество, все-таки озвученное Песковым, это буквально ни о чем. Понятно, что об этих моментах, равно как и о прерванном полете Протасевича, речь, безусловно, шла. Однако крайне сомнительно, чтобы подобные общие места проговаривались в закрытом режиме целых пять часов в первый день и немало времени впоследствии. О конкретных итогах известно пока предельно мало. Да, Минск получит 500 миллионов долларов, но это, собственно говоря, далеко не прорыв, а просто вторая часть кредита, решение о предоставлении которого было принято Москвой еще в прошлом, 2020 году. Сумма не бог весть какая, хотя лучше, чем ничего, да и вообще Белоруссии в нынешнем положении любая помощь впору. Кое-кто на Западе по этому поводу даже изволил съехидничать. Мол, Путин изверг такой, заставил Лукашенко окунаться в не слишком, мягко говоря, теплое черное море, куда, к слову, нырять сам не стал. А тому, бедняге, и деваться-то было некуда. Ради полмиллиарда и не в такую студеную водичку полезешь. Это все глупости, конечно. Вообще говоря, над теми якобы раздрая между двумя лидерами, некоторые западные СМИ спекулируют очень охотно, смакуя ее как только можно. К примеру, британская The Times берется утверждать, что Лукашенко раздражает уже даже Путина. С чего бы такой вывод? На помощь изданию приходит считающийся в Британии большим экспертом по Белоруссии Эндрю Вилсон, автор книги «Последняя диктатура Европы». Он заявляет, что при просмотре видеокадров со встречи, заметил, российского лидера раздражает разговорный стиль его белорусского коллеги. Издание резюмирует, что Лукашенко сейчас находится в самой слабой позиции за последнее время, однако Кремль не получил ничего серьезного взамен оказываемой Минску всемирной поддержке. Вот тут, кстати, начинается действительно интересное. Те или иные эксперты пытаются озвучивать список требований Путина, которые он якобы озвучивал в Сочи. Фантазия – вещь хорошая, но кое у кого она явно не знает, удержу. Так, среди таковых называются полный переход государственных белорусских активов под контроль российских олигархов, переход двух стран на единую валюту с центром эмиссии в Москве, создание на белорусской территории новых военных баз России, подчинение КГБ Белоруссии и российскому ФСБ, стопроцентное согласование внешней политики Минска с Москвой и даже русификация белорусских топонимики и истории. При этом те, кто выдвигает подобные, с позволения сказать, версии, даже не задумываются над тем, насколько выпиюще абсурдны все они вместе и каждая падает. Впрочем, глупое молчание двух лидеров пугает их еще больше, ведь в тишине вершатся действительно серьезные и важные дела. Ведущиеся на Западе разговоры о том, что Кремль использовал ухудшение положения Минска и его потребность в кредитовании для получения новых уступок – это, конечно же, не просто поверхностный, а в корне неверный взгляд на вещи. Все намного глубже и сложней. России, как уже было сказано, нет нужды что-то требовать от Белоруссии и ее лидера. В настоящее время обе страны действительно противостоят единым фронтам небывалому ранее давлению коллективного Запада, и тут уж им друг от друга никуда не деться. Для Москвы утрата единственного, по сути, союзника на постсоветском пространстве, будет означать колоссальный геополитический провал. Минск уже без поддержки нашей страны попросту не выстоять, и чем дальше, тем это очевиднее. Только лица с очень богатым воображением могут всерьез говорить о том, что в Кремле мечтают сместить Лукашенко с президентского поста и заменить более комфортным для себя политиком. Да, Александр Григорьевич, скажем прямо, не самый покладистый и удобный партнер. Однако нельзя не признать, что в нынешних условиях альтернативы ему попросту нет и быть не может. В разгар битвы полководцев не меняют, разве что они с треском проваливают все, что только можно. А Лукашенко, к счастью, со своими обязанностями главы государства, в самое непростое для него время справляется вполне успешно. Кое-кто на Западе возлагает большие надежды на предстоящую встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Такая мысль, к примеру, озвучивается на страницах британской Financial Times. Мол, американский президент решительно потребует соблюдения прав человека в Белоруссии, и что? Наш президент покорно сдаст Лукашенко и откажется от его поддержки. Ну да, держите карман шире. Следовало бы заметить, что как раз после саммита в Сочи заместитель отечественного МИД Сергей Рябков озвучил намерение Москвы в преддверии встречи президентов России и США подать Вашингтону ряд сигналов, которые будут для него некомфортными, не уточнив правду, о чем именно идет речь. Так что кто от кого и чего именно решительно потребует, это еще очень большой вопрос. Нет, до чего-то очень важного Владимир Владимирович с Александром Григорьевичем, похоже, все-таки договорились. Так что ждем сюрпризов.